Привет, дорогие друзья, снова с вами Замберус. Наконец-то в рамках серии лучших и худших мы пройдемся по самым идиотским творениям логики DICE и DICE LA. На ваших экранах долгожданный топ худших пистолетов-пулеметов Battlefield 1. Ну а для начала попрошу вас поучаствовать в голосовании на тему лучших и худших пулеметов Battlefield 1. Ваши голоса нужны для продолжения этой рубрики, все ссылочки находятся в описании. Ну открывает наш топ очень злой, но бесполезный карманный монстр машин-пистол 12-16. Этот пистолет-пулемет набрал всего 10,9% ваших голосов. И понятно почему. Эта штука была очень спорной на релизе, так как 16 патронов в магазине, но зато темп стрельбы 1200 выстрелов в минуту и дистанция минимального и максимального урона, как у обычных ПП, а не снижена, как у той же автоматики. Тогда я говорил, что пушка для пряморуких игроков, и это тогда было правдой. Ствол не имбовал, но в хороших руках это было очень грозное оружие ближнего боя. Ну а потом пришли наши дайсы и уничтожили ствол, снизив ему темп стрельбы до 900 выстрелов в минуту и сделали совершенно идиотскую начальную отдачу, которая не позволяет вам теперь стрелять отсечкой. В данный момент, как вы понимаете, лучше взять автоматикой, которая имеет, помимо более-менее адекватной отдачи, магазин на 30 патронов и нормальную перезарядку, потому что 12-16 перезаряжается обоймами по 6 патронов или по одному патрону. Кстати, скоро появится экспериментальная версия 12-16, которая стреляет только отсечкой. Когда вы стреляете из него, вот мои ощущения из CTE, вы себя будете чувствовать умственно отсталым. Вам тупо не будет хватать вот этой очереди. И начальная отдача еще сильнее чувствуется, особенно в сравнении с оригиналом. Насчет релизной версии 12-16 я бы еще поспорил, а вот постпатчевая версия заслуживает третьего места в топе худших ПП. Второе место. Еще большее недоразумение. Звезда дополнения Апокалипсис. Пистолет-пулемет РСЦ. 24,4% ваших голосов. И знаете, вот парни, поймите меня правильно. Вот когда вы слышите словосочетание пистолет-пулемет, первая ассоциация в голове какая? Ну там, МП-5, ППШ на 72 патрона. Или, ну ладно, МП-18 Бергбен. Ну уж точно не ствол на 9 патронов с конской отдачей и сопляжуйским темпом стрельбы. Да, согласен, очень необычный ствол. Но DICE нас немножко обманули. И сейчас объясню как. К пистолету-пулемету Шоша Ребелироле шел не только 9-ти зарядный магазин. Но и также использовали магазины на 20 патронов от пулемета Шоша. Круто, да? У меня понятный вопрос. А DICE, а почему не реализовали? Они на полном серьезе думали, что с РСЦ будут бегать. Этого ствола хватает на неделю фана. А потом ты его бросаешь и возвращаешься к Хели Ригелю, МП-18 или пистолету-пулемету Максима. Но уж точно не к этой пукал. Да, урон у нас отличный. Самый высокий в классе ПП. Но при этом у нас конская отдача, из-за которой постоянно приходится уходить в одиночный огонь. Темп стрельбы не ахти, но терпимо. 450 выстрелов в минуту. Но на всякие Максы, Хели и автоматики с МП-18 даже не пытайтесь лезть. Они вас вздернут. Главная проблема этого пистолета-пулемета – перезарядка. Вы нам дали 9-зарядный магазин, который перезаряжается за 3,9 секунды. Вы серьезно? Я понимаю, если бы был магазин на 20 патронов от пулемета Шоша. Но это 9-зарядный. То есть вы даете крайне посредственный ствол еще со сверхзатянутой перезарядкой? Дайс, а может вы там из файлов игры достанете тренчевый магазин? Для тех, кто не знает, так называется увеличенный магазин файлов игры. И сделаете еще одну псевдо-бесплатную версию для покупателей DLC. Вы же можете, да? Чего стоит ваш глушак из альфы Battlefield 1, который скоро будет доступен платному стволу из DLC? Наивысшая степень логики Дайс вы пробили дно своей же логики. Ну и первое место, которое я честно не понял. Аж 40% ваших голосов заслужил окопный карабин М1917. Да, я этот ствол назвал плохим. Но на то были веские причины. По своей сути окопный карабин это маузер танкиста, но с магазином не на 20 патронов, а аж на 40. То есть в DLC нам подарили пушку танкист, который и так есть в игре, только с увеличенным магазином, который опять же есть в игре. О боже, я раскрываю страшные планы Дайс. С другой стороны, М1917 вполне играбельная вещь, которая может раздражать из-за отсутствия автоматического огня, но это не минус. Ствол обладает высоким уроном, прекрасной отдачей, которой нет. И он точно, правда, сфера применения похрамывает. Не самый логичный выбор для штурмовика на коротких дистанциях, но убивать все же можно. Лично по мне, предыдущие две позиции были больше достойны первого места в топе худших ПП. Ну уж точно не окопный карабин, который, да, платный копипаст. И это, наверное, первый топ по Battlefield 1, с которым я немножко не согласен. В целом, вот такой выбор сделали вы, дорогие зрители. Рекомендую всем вам отправиться в описании и проголосовать за лучшие и худшие пулеметы Battlefield 1. Это очень важно. Но спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Увидимся на поле боя. Пока. Ну что, команда непростая. Многие идут не своим городом после отсрочки. Так что ты сначала... Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!